Внесли весомый вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие промышленности, экономики и культуры. Губернатор Дмитрий Азаров в преддверии Дня Великой Победы вручил самарцам государственные и региональные награды. Учитель года 2024. В Самаре нагрозили победителей конкурса профессионального мастерства. В областной столице прошел смотр военно-патриотических объединений, кто в нем принял участие. В столице региона продолжается ремонт дорог. Какой объем работ выполнили на Зубчининовском шоссе. Готовить в тепле, использовать свежие дрожжи, добавлять больше яиц. Как создать классический кулич к Пасхе. В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В конкурсе приняли участие 22 учителя. В финал вышли 5. Имя победителя объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на торжественной церемонии. Кто будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса, расскажем в нашем сюжете. Начальные классы физика и химия, география и музыка, русский язык, литература, история, общество знания. В региональном этапе конкурса «Учитель года» 22 участника, 8 учителей сельских школ, 14 городских. Они состязались в мастерстве и учительских компетенциях, знании предмета и виртуозном владении вниманием своих учеников. По словам члена жюри конкурса Лилии Галузиной, все они профессионалы своего дела, талантливые и яркие. Наравне с высокими компетенциями, именно личность учителя стала определяющим в выборе победителя. Мы понимаем, что все-таки не технологии, какими бы они передовыми ни были, не методика, а личность учителя. Его кругозор, его любознательность в конечном итоге и определяют победителя. Потому что учительская профессия сродни актерской, и он должен доносить то, что он знает детям, быть немного лицедеем и в то же время быть очень эрудированным человеком. Вот этому учит конкурс каждый год на примере многих-многих конкурсантов. В этом году конкурс проходит в 34-й раз. В торжественной церемонии чествования лауреатов и финалистов принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что каждый год этот конкурс набирает обороты, становится многограннее. В этом конкурсе нет проигравших. Это всегда обмен опытом и личный рост каждого участника. Каждый из участников этого конкурса, конечно же, обогатился новыми знаниями, навыками. Увидел, над чем ему стоит поработать. Взял, и это не стыдно. Лучший опыт от своих коллег не стыдно, потому что учиться никогда не стыдно, правда? Стыдно не учиться. А учиться никогда не стыдно. И, конечно же, и каждый участник конкурса, и наша система образования в целом стала еще более мощной, компетентной, профессиональной, еще более щедрой, конечно же, на душевный порыв. Победителем регионального этапа конкурса стала Надежда Милославская, учитель физики средней школы из Балашейки Сызранского муниципального района. Надежда Николаевна 14 лет в профессии. Рассказывает, осознала свое призвание задолго до того, как переступила порог педагогического университета. Этому послужил пример ее деда, который 40 лет проработал учителем в сельской школе и всегда с трепетом рассказывал о своей профессии. Надежда уверена, личный пример – главное, что должен показывать учитель своим ученикам. Таким примером станет и победа в конкурсе профессионального мастерства. Все финалисты и лауреаты конкурса получили денежное вознаграждение, а победительница глава региона вручил ключи от Лады Гранта. Надежда Милославская будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года», который пройдет осенью. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжается международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю». Он объединил музыкантов, историков, политологов из разных стран. В эту пятницу состоялся концерт для участников СВО, которые проходят лечение в военном госпитале. Перед концертом военнослужащих поприветствовал и поздравил с наступающим праздником Днем Победы губернатор Дмитрий Азаров. Также в рамках фестиваля состоялся круглый стол с участием российских и иностранных политологов, журналистов, общественных деятелей культуры на тему «Актуальные уроки победы над нацистской Германией во Второй мировой войне» в контексте современного международного антифашистского движения. Фестиваль «Гитары в строю» продлится до 5 мая. Ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Прежде всего, речь идет о федеральных выплатах в размере 10 тысяч рублей, которые с 2019 года ежегодно получают граждане России, постоянно проживающие в нашей стране, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны. Помимо этого, каждый регион устанавливает свои выплаты не только участникам войны и инвалидам, но и другим категориям – детям войны, узникам концлагерей, труженикам тыла. В Самаре на площади Славы в 16-й раз прошел торжественный смотр военно-патриотических объединений клубов со всего региона. На сегодняшний день на территории Самарской области действует 284 военно-патриотических объединения. В них состоит более 18 тысяч юношей и девушек. Это школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты вузов. Дипломы и сертификаты вручили лучшим учащимся. Подробности в нашем материале. Второй год подряд военно-патриотическое объединение кадетского корпуса Центра «Авангард Самара» становится лучшим в своем деле. За радостью победы скрывается ежедневный труд сплоченной команды, рассказывает Алексей Добров, кадет Центра «Авангард Самара». Это стимул. Всегда, когда награждают, отмечают, воодушевляют на новые поступки, на новые совершения, ребята каждый день занимаются по школьной программе, приходя из школы. Они занимаются по военно-патриотическим дисциплинам, строевая подготовка, все остальное. Определенная группа, которая занимается в соревнованиях, она подбирается, все желающие туда могут войти, там они тренируются усиленно. Дипломы и кубки получили команды, добившиеся наилучших показателей в этом году по военно-патриотическим дисциплинам. Сертификаты получили и те объединения, которые образовались только в этом году. Всего таких объединений 60. Военно-патриотический клуб «Искра» Самарской гимназии номер один в их числе. В этом году мы зарегистрировали клуб, мы набрали участников, ребята 8-9 класс, будем работать. Клуб объединил ребят, которые действительно понимают значение и военной службы, и военной подготовки, стремятся стать умнее, сильнее и лучше. В военно-патриотическом объединении учащиеся проходят курс обучения по программе дополнительного образования, куда входят углубленное изучение истории Отечества, строевая, огневая, тактическая подготовки, участие в значимых патриотических мероприятиях. Лучшие выпускники военно-патриотических объединений по итогам испытаний получают сертификаты об окончании обучения. Эти сертификаты дают нашим юношам право на выбор родовойск при прохождении призывной комиссии. Кроме того, в случае, если они планируют поступление в ВУЗы на военные специальности, это наличие сертификата также дает возможность на получение дополнительных баллов при приеме. Торжественный смотр военно-патриотических объединений традиционно проходят при поддержке Самарского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации. Мы надеемся, что ребята наши, выпускники, получившие хорошее знание начальной военной подготовки, обязательно будут, это наши защитники в будущем, и пойдут, поступят в военную честь, станут офицерами славной российской армии. Мероприятие завершилось минутой молчания и церемонией возложения цветов к вечному огню. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Губернатор Дмитрий Азаров в преддверии Дня Великой Победы вручил государственные и региональные награды самарцам, которые внесли весомый вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие промышленности, экономики, культуры региона. Знаками отличия отмечены также многодетные матери. Глава региона отметил, что Самарская область всегда была богата талантливыми, трудолюбивыми, надежными, отзывчивыми людьми. Именно такие люди удостоены наград. Герои Самарской области в ДК поселка Зубчининовка открылась выставка «История моей семьи в истории страны». Экспозиция посвящена ветеранам боевых действий. Подробности узнала наша съемочная группа. Уникальные снимки, сделанные в горячих точках. Лица военных, защищавших страну в разные годы. В ДК поселка Зубчининовка открылась выставка «История моей семьи в истории страны». Первыми посетителями стали ученики, преподаватели и выпускники 147-й школы. Среди них ветеран войны в Афганистане Петр Петров. В 1959 году он переехал вместе с семьей в город Куйбышев, окончил 147-ю школу и посвятил свою жизнь военному делу. Прошел войну в Афгане в составе ограниченного контингента советских войск. Служил в Гордезе в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Принимал участие в десятках боевых операций. Здесь трудно было. Здесь шла война, пусть не такая, как в 45-м. Но там держала испытания страна. Здесь нас судьба на выбор испытала. А пули же такие, так же вьют на вылет в кость или пролетят над ухом. И дома наши близкие слезы льют, не дождавшись от сынов своих муцов. Выставка и сам проект очень грандиозный. И он находится в самом начале. И думаю, что в будущем эта высадка композиций только увеличится новыми фотографиями, новыми экспонатами. А фотографии, ну это близко. Это действительно то, что происходило на самом деле. Со знаменем военнослужащие прощаются или награждают их. Здесь саперы работают, миноискатели, собаки, друзья. Очень здорово. Радист. Вспоминая те годы, понятно, что вспоминаешь и друзей, ребят, с кем воевал, с кем жил. На выставке представлены работы фото-журналиста Вячеслава Киселева, который более 30 лет работал в агентстве печати и совершил 9 длительных командировок в Афганистан. Отдельно стенд, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживали в Самарской области. За каждым человеком это своя история, своя жизнь, свои подвиги. Ну и, будем так говорить, это странички истории. Хотел бы отметить, что учащиеся школы, они с таким трепетом, с таким вниманием собирали вот эту коллекцию, вот эти вот странички истории о своих земляках. Такие выставки помогают молодому поколению прививать патриотизм и поближе познакомиться с героями Отечества. Эти выставки, чем хороши, тем хороши. То, что дети приходят, мы их как бы, я в своем прошлом рассказываю и будущем, они вот не только такие бывают, здесь и художественные выставки очень много бывают, то есть разноплановые это все мероприятие, и жизнь, вот эта домикультура, она стала как бы живая и наполненная. Вы спросили, на что это влияет? Да, на воспитание, на патриотизм, в конце концов на добро, на умение жить, на умение защищать Родину, создавать семью. То есть вот то, что главное, ради чего мы живем. Выставку могут посетить все желающие до 15 мая в ДК «Луч», поселка Зубчениновка. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. На Зубчениновском шоссе фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы в дальнейшем обновить асфальт на участке в 45 тысяч квадратных метров. Ремонт выполняется на средства НАЦПроекта «Безопасные качественные дороги». Как проходят работы, узнал наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Шум техники, рабочие в оранжевых жилетах и знак дорожной работы. На Зубчениновском шоссе фрезеруют старый асфальт. На средства НАЦПроекта «Безопасные качественные дороги» обновят участок от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе. Это около 45 тысяч квадратных метров. Перед началом ремонтных работ специалисты оценили состояние дороги. Данный участок представлял из себя ямы, колейность. По участку постоянно приходили жалобы не только от жителей, но также приходили прицеления из ГИБДД. Особенно по участку путепровода и под путепроводом. Поэтому было принято решение взять этот участок по ремонту. После фрезерования специалисты приступят к установке люков смотровых колодцев. Они будут антишумовыми и антивандальными. Затвором, который предотвратит кражи крышек. Затем начнут укладку высокопрочного асфальтового покрытия. Сейчас везде применяют эти новые типы покрытий, так как они более устойчивы к нагрузкам и более долговечны. Гарантия 5 лет. Мы очень ждали этого момента. Вчера возле нашего дома это все срезали. Уже как то, что до и после. Даже фрезерованная дорога более приятно ездить, чем раньше было. Ждем нового асфальта. Замена бортового камня на объекте не предусмотрена. Он в удовлетворительном состоянии. А там, где бордюра не было изначально, кромку проезжей части укрепят асфальтобетонной крошкой. Ее уложат слоем в 15 сантиметров вдоль дороги на ширину до 2 метров. Это поможет в обеспечении отвода дождевых вод. Сейчас на Зубчининовском шоссе задействуют 6 самосвалов, фрезеровальную установку, трактор со щетками и комбинированную дорожную машину. Закончить все ремонтные работы планируется в течение месяца. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. В городской думе подвели итоги конкурса «Самара космическая». Победителей выбирали в двух возрастных категориях – с 7 до 12 лет и с 13 до 18. Им вручили заслуженные дипломы и подарки. Подробности в нашем сюжете. В зале городской думы наградили школьников, чьи рисунки оказались лучшими в конкурсе «Самара космическая», посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Свои силы попробовали более 300 юных художников из шести регионов страны. Высокий профессионализм, разный стиль исполнения. Было такое представление, что ребята побывали сами в космосе. Я благодарен нашему юному сообществу, я благодарен городам, которые откликнулись. Организовали творческое мероприятие Дума Самары, городской департамент образования, департамент культуры и молодежной политики, а также молодежный парламент при Думе. Дети получают новые знания, изучая историю космоса, особенно когда узнают биографию Юрия Алексеевича Гагарина, наших знаменитых конструкторов. Это все на самом деле направлено не только на изучение истории, но еще и на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Победители получили заслуженные дипломы и подарки. Сертификаты на бесплатное посещение музея «Самара космическая», где выставлены рисунки участников. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. Православные верующие готовятся к Пасхе. В этом году она выпадает на 5 мая. В светлое Христово Воскресенье на столе непременно должны быть пасхальные угощения, среди которых главное место отводится кулича. Секреты приготовления выпечки узнала Ксения Баканова. С цукатами, изюмом, шоколадом, орехами и даже вяленой клюквой. Рецептов приготовления пасхальных куличей существует очень много. Кто-то покупает в магазине, однако есть и те, кто предпочитает исключительно свой, домашний. Елена Баканова выпекает куличи более 20 лет. За это время узнала все секреты приготовления пасхального лакомства. Уверена, в этом деле главное не торопиться и соблюдать технологию приготовления. Сначала ставится опара – 2 стакана муки и 25 граммов сухих дрожжей. Ингредиенты смешиваются и просеиваются через сито. Это придаст будущему тесту легкость и воздушность. Затем подогреваются 3 стакана молока. Примерно температура нашего тела, то есть она должна быть теплая. Если залить дрожжи с мукой кипятком, то они просто сварятся и, так сказать, погибнут. И не будут уже оказывать свое действие основное. Смешиваем все ингредиенты, которые потом будем добавлять в наше тесто, пока готовится опара. На 0,75 литров молока я беру много яиц. Это, как правило, 2 белка, которые я использую в гоголь-моголь, и 2 желтка, которые от них остались. Я добавляю к 13 яйцам, которые я сейчас положу. И на это количество яиц, я люблю куличи, чтобы были сладкие. Примерно около 3 стаканов сахара. На очереди яйца. Важное правило – они должны быть комнатной температуры. Поэтому примерно за 2 часа до начала приготовления теста их нужно достать из холодильника. Они взбиваются с сахаром. До увеличения в объеме в 2-3 раза. Через 30 минут можно смешивать получившуюся массу с опарой. Туда же 2 пачки сливочного масла и чайную ложку соли. Аромат куличей подчеркнет ванилин. Понадобится 3 пакетика. Затем добавляются 7 стаканов муки и полстакана растительного масла. Чтобы определить консистенцию теста, я обычно в конце уже руками домешиваю. Несмотрю, нужно еще муки. Это достаточно. Нам нужна более крупная емкость. Поэтому, поскольку тесто будет хорошо подходить, примерно час, как минимум, если не больше, час-полтора. Поэтому перекладываем в кастрюльку побольше. Незаменимый ингредиент для приготовления куличей – это изюм. Будет достаточно одного стакана. Предварительно его нужно хорошо промыть под струей холодной воды и просушить. Теперь важный момент. Нужно наше тесто, которое уже у нас подошло, нужно будет обмесить хорошо. Естественно, этот процесс требует, чтобы его замешивали руками. Теперь добавляется изюм и все тщательно перемешивается. Тесто должно получиться тягучим, не жидким и не густым. Многие хозяйки, кроме изюма, добавляют еще различные цукаты, орехи. Ну вот, как по мне, уже с большого опыта в опекании куличей, я считаю, что изюм – это классический ингредиент, без которого обойтись никак нельзя при выпечке. Тесто обмесили, добавили изюм, теперь закрываем крышечкой и желательно накрыть какой-нибудь теплой, либо полотенцем, либо какой-то теплой тканью. То есть хорошо укутать, создать тепло. Тесто нужно оставить на 40 минут. Второй раз оно поднимается уже быстрее. А пока подготавливаются формы. Это, наверное, раритет наш семейный, потому что им, ну вот этим вот точно, лет 45, потому что сначала, откуда я переняла такой опыт по выпеканию куличей, потому что этому научила меня моя мама. То есть сначала она нас, маленьких детишек, кормила этими куличами, мы ждали, когда же будет Пасха. А теперь я занимаюсь. Такая вот у нас семейная традиция. Каждую емкость нужно предварительно промыть и просушить. На дно положить кусочек пергамента и хорошо промаслить. И лучше вот так вот равномерно распределим по краям, тем у нас быстрее вынутся куличи. Это у нас не займет много времени. Когда тесто подошло, его нужно снова хорошо обмесить, затем распределить по формам. Берем баночку и наполняем на одну треть. Их нужно накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. За это время тесто должно подняться в два раза. Теперь куличи отправляются в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. В это время готовится глазурь. Два белка взбиваются в пену. Для ускорения процесса добавляется лимонная кислота на кончике ножа. Затем два стакана сахарной пудры. Готовые куличи ставятся в емкость с холодной водой. Так они быстрее остынут, их будет легче вынимать. Всего получилось 14 красавцев. Каждый весом 200 граммов. Можно раза два пройтись. Так, теперь берешь. Иногда я его так постукиваю по донышку, но я чувствую, что он у меня уже сам идет. Ну вот наши куличи готовы. Теперь у нас момент декорации, чтобы они выглядели красиво и аппетитно. Для этого мы берем нашу взбитую глазурь и обмазываем. Делаем как шапочку. Верхушка куличей украшается кондитерской посыпкой. Хочется попробовать сразу, но пока рано. Ведь это, прежде всего, пасхальное угощение. Лучше заранее осветить его в церкви и дождаться праздника Светлой Пасхи. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 163 социально значимые инициативы населения Самарской области победили в конкурсе общественных предложений в рамках губернаторского проекта «Содействие». Из них 13 будут реализованы в Самаре. В 2023 году по губернаторскому проекту в областной столице было реализовано более 20 проектов. Это новые комфортные площадки для развлечения детей и отдыха взрослых, занятия физической культурой и спортом, а также территории с отремонтированными проездами, тротуарами и обустроенными парковочными местами. Жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору, который стартует с 1 сентября, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами, предоставляется единовременное пособие. По вопросам выплаты можно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Улица Некрасовская, 63, 3-й этаж, 3-й кабинет. Или позвонить по телефону 340 08 47. Также эту выплату можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг. Документы принимаются до 1 ноября, информирует телеграм-канал профильного департамента. 17 мая в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на следующий учебный год. Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Напоминает телеграм-канал городского департамента образования. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok